здравствуйте ребят вы начнете уверенно писать на python когда перестанете бежать от документации исходного кода работая с python более 16 лет и с пятнадцатого года практически 9 лет работая системой обучения которой я хочу рассказать пару слов в чем она заключается обратите внимание есть два подхода при для изучения python первый или любого другого языка первый подход когда вы начинаете идти сначала и по порядку вообще это подход не для новичков это подход передачи информации от профессия от профессионала к профессионалу то есть когда впереди мы изучаем типы данных как правило в данном случае типа превращаются для новичка в какие-то скобочки кавычки и не более того в результате изучая дальше он не понимаешь такое типы и он не может их применять не может читать по сути дела мы становимся профессиональными копировал копировальщиками кода и грубо говоря копируем чужой код при этом не особо понимая как исправить ситуацию сначала уточню я не сказал что типа не надо изучать 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 их надо в три этапа первый этап просто знакомства не более того достаточно строка число то что знакомо со школы второй этап при работе с конструкциями и так если мы сделаем немножко по-другому разделим язык всего на четыре конструкции функция класс метод экземпляр а теперь представьте что эти четыре конструкции во всех языках и подобных программирования работают по одним и тем же принципам все остальное что есть в языке работает с этими конструкциями совершенно одинаково по сути дела нам надо надо разобраться с четырьмя конструкциями если кто-то подумал а это просто я просто разберусь с этими вещами и все чтобы стало просто необходимо примерно от полгода до года зависимости от от опыта либо человек новичок либо человека народе говорят каши в голове чтобы это сработало на сто процентов я поступаю следующим образом весь язык с языком мы работаем без отрыва от документации исходного кода то есть когда вы это начинаете видеть и читать в исходном коде далее на основании документации исходного кода принимать решение на написание своего кода что и есть основная цель тогда это начинает работать но для начала надо разобраться а в двух вопросах которые с которыми мы разбираемся каким образом я показываю человеку во первых если мы просто изучаем подряд язык при этом не отталкиваясь от наших знаний там сегодня почитали одно завтра почитали второго по сути дела нашим мозгам не за что зацепиться мы не понимаем никакой сути и если кроме этого мы не читаем код документации каждый себя может проверить зашел в исходный код если вы читаете исходный код на все нормально если не читаете значит надо учиться полгода уходит на то чтобы понять что общая и как и какая разница между этими конструкциями при этом добавить другие языки программирования тогда все станет на места научиться работать с документацией научиться работать с исходным кодом ведь документация пишется на основе исходного кода как правило я отталкиваю всегда конкретно от конкретного человека то есть даю несколько заданий для того чтобы начать двигаться эти задания как всегда первое это работа с исходным кодом работа с документацией и знание основных конструкций языка тогда четко понятно что хромает далее я даю задание человеку после человек когда присылает задание я ему пишу видео видео будет доступно только лично вам мы исправляем эти ошибки примерно через полгода у кого-то больше у кого-то меньше человек начинает понимать и понимает что ему делать с языком и с языками не бывает такого что я знаю python а js не могу узнать так не бывает ребят потому что принципы языкового программирования они одни и те же наша задача их выяснить и овладеть ими на выходе мы должны научиться писать свой код на основе документации исходного кода кому интересно в описании будет ссылка там есть индивидуально разные планы обучения где можно работать в своем темпе с результатом также это видео видео будет загружены на youtube но я буду теперь работать с видео вконтакте так как youtube youtube потихонечку превращается в тыкву для россии для нас да то есть нет смысла там напрягаться вконтакте видео прекрасно просматривается и отлично развивается как проходят занятия заниматься можно либо через гитхаб либо по почте если допустим на гитхаб к проблемы гид мы разберем и вы его подтяните и будет с ним работать вообще системой гид это очень важно на первых порах я использую почту но эффективно будет использовать и почту и гитхаб на гитхаб можно работать и с вопросами и работаем вы можете работать каждую тему отрабатываем в одном файле чтобы у вас выстраивалась логика очень важно выполнять рекомендации чтобы каждое задание было до 300 строк кода это имеется ввиду с исключениями с описанием и так далее все поэтапно последовательно с постоянным постоянно работа ведется с документацией исходным кодом основная проблема которая есть у новичков которая есть у людей которые сегодня пока не пишут это что я делаю правильно ли я делаю то есть человек сомневается кто бы подсказал как каким образом делать так чтобы начать писать ребят я это все рассказывал только что видео в итоге все довольно просто когда перелопатив шаг за шагом вы научитесь работать всего четырьмя конструкциями и научитесь работать в разных языках потому что эти конструкции они реализованы по-разному но принципиально работают во всех языках программирования одинаково иными словами если экземпляр класса есть в Python то экземпляр класса будет и в JS и в Go и в других языках программирование где есть OOP вопрос здесь стоит в другом как правильно изучать OOP каким образом как правильно изучать функции с чего начать что надо что понимается под тем что вы действительно поняли функции что понимается по тем что вы можете владеть функциями что понимается по тем что вы читаете исходный код и понимаете что делает эта функция то есть здесь масса эффектов не эффектов как я хотел сказать масса мелочей но результат должен быть один открываю свободно читая исходный код открываю свободно читаю любую документацию на основе исходного кода и документации понимаю как писать свой код вот она практика спасибо все все все